КАМЧАТКА Беренгея — гонка собачьих упряжек. Отличается от других тем, что рядом с профессиональными собаками-спортсменами участвуют рабочие собаки, которые в повседневной жизни заняты грузоперевозками. При этом призовой фонд этой гонки вполне сопоставим с самыми престижными в мире. Победитель получает 3 миллиона рублей. Родилась идея установить абсолютный рекорд всех времен и народов, заявившихся на 2 тысячи 100 километров. На такую дистанцию никто никогда не ходил. И сложность не только в расстоянии, но вот как сейчас мы слышим параллельно, сложнейшие климатические погодные условия. Плюс к этому ландшафт. Маршрут через всю Камчатку на Чукотку в 2100 километров претендует на мировой рекорд. Самая протяженная гонка на собаках. Всего предстоит пройти 25 этапов. Каждый день будут промежуточные старты и финиши. Итак, на самый первый главный старт выходит 15 упряжек. Звучит музыка. А вы знаете, как кого зовут? Это Лёва, Валентин Левковский, неоднократный чемпион. Фаворит гонки – действующий чемпион Валентин Левковский, Лёва. Они любят у меня что-нибудь звонкое. Вот я что-нибудь говорю, и вот звонкое. Там, у-у-у, всё вот такое, знаете, вот они прям заводятся у меня. У меня вот, или мама там, Анжела зовут, я сюда. Анжела, как заору, так вот, звонко, и всё, они у меня. В последние два года он чемпион, но сейчас показывает большие надежды, подаёт хороший результат. Вот он идёт как раз. Лидерство, оно очевидно, проехал, и никого за ним нет. Это Симарсин Андреев, тоже неоднократный чемпион. В этом году у него жена, она соседней, не пошла, потому что она родила седьмого ребёнка ему. Ого! Симова? Да. Алиса идёт. О, давайте, давайте. Вперёд! Пошли, пошли, пошли! Вперёд! Хорошо, молодцы! Сколько ей лет? 18. Алиса Ищенко – дебютантка. Ученица четырёхкратного чемпиона и ещё одного фаворита гонки – Андрея Симашкина. Алиса идёт на собаках его питомника, которых готовила сама. Который, знаешь, Камчатка, естественно, как бы, в основном стоят. А все, кто в Чукотке, традиция такая, как бы, с нартистовать. Чукотские участники – жители национального села, занимаются традиционным морским промыслом. Мясом, добытого ими кита, несколько месяцев кормится всё село. Собаки помогают вытаскивать добычу на сушу и перевозят грузы. Даже собираясь на гонку до ближайшего аэропорта в 200 километрах от их села, чукотские участники добирались на собаках. В Москве не должно скоро прийти ещё Демченко. Москвич Вячеслав Демченко – профессиональный каюр. Он много раз участвовал в гонках в средней полосе России, но никогда не был в таких условиях, как здесь. Первый этап до Долиновки, 90 километров. Немножко устали на первой части. Сейчас отдыхаем. Легкая пробежка. Собачки весёленькие. Утка, блин! Браво! Браво, браво! Браво, я сказал! Стоять! Вправо, влево не могли с собаки разобраться. У меня молодёжь, они ещё не совсем хорошо реагируют на команды. А якориться невозможно, потому что снег пухлый, с якоря вылетают. Я несколько раз чуть не упустил нарту, поэтому было, конечно, вот так. Я думаю, ну, все, вот не задалось все. Отвязалась собака! Алисе, подведи к Алисе. Алисе, подведи. Е-мое! Вперед! 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 Вот, лёг. Вперед! Вперед, ты что-нибудь купил. А! Здравствуйте, люди добрые! Ты далеко у пряжка? Да нет, близко. А по минутам? Близко. Загонишь. Право, право, право. Можно вывезти? Сегодня собачку поймали. А у кого? У этой молодой. Полностью со шлейки. Бегает там она. Её поймали. Я её пристегнул. А потом и ты подъехала. Мы стояли на тундре. Сегодня такой этап был. Конечно, 16 собак, это надо ещё устоять. Это очень трудно, правда. Я даже с травмами вернулась. Они попёрли меня в деревню. Ни якорь, ничего не держит. Я кое-как потом в деревне их разворачивала. И была вот эта драка. То есть они затянули меня во двор. Там лошади, собаки. И собака кусала нашу собаку. А я разнимала. Вон, смотрите на них. Они, ладно, там еда. Они ещё так бесятся. Это ещё не скоро пройдёт. Это ещё будет опасно. Неделю как минимум. Вот такая езда. Умка. Умка. Я кот. Он вообще хорошо работает. Но он дрочун. А этот лодырь, ну тоже дрочун. Вот сидят. Все спят и они сейчас все силы потратят. На вот это вот. Ишь какие. Ну что, всех поздравляю с успешным завершением первого этапа. Бонка началась. Вот. В нашем графике эти все этапы наши. 95, 90, 97. То есть такие продолжительные этапы. Коль уже заявились на рекорд. Ну придётся эти этапы и делать соответствующие. А тут на кабинетах. Следующая на три части. И две части мы даёшь. То есть мы идём, поговорим. Идём. в общем-то не всегда мне хватает веса и сил чтобы держать тоже дури в них полным-полно силы столько их целых 16 я конечно немножко маловато для них вешу наверное у меня надо было стартовать и подходить чуть ближе к старту но не получилось же тормозить перед ним и в общем-то унесло они про сегодня прям такие сибра божат тоже у нас собаки настолько хотят бежать что на старте их приходится удерживать снегоходом отпусти не надо я газую отойди 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 настя я успею попить можно у меня вода осталась обычно отойди а 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 что потерять термос а бенге это для нее опять же первое что это нужно получить опыт нужно научиться нужно что-то в своей жизни кардинально изменить для того чтобы успех постепенно так скажем мог реализоваться и прийти в ее жизнь а 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 Три, две, одна, старт! Эй, хо-хо-хо-хо-хо! Подойдите! Сегодня второй этап. Гонки Берингия. Участок очень тяжелый, еле ползем. Очень мягкий снег, и он изматывает очень сильно. То есть такая получается изнуряющая, то есть изматывающая, изнуряющая гонка. И скорость никакой. Собаки привыкли бегать быстро. Когда вот начинается вот такое физическое изматывание, то психологически тоже собака уже начинает, а зачем мне это нужно, бежать. Хотя они опять бегут. Опять же бегут упорно, бегут, бегут, бегут. Куда бегут, не знаю, но бегут все равно. Зачем это они делают? Такая тайна. Пока мы на речку уже выйдем. Наверное, на речку выйдем. А, выйдем? Наверное, нет. Что-то так тяжело идут, прям бедные падают. Ну, аккуратно. По такому снегу. Насколько сильные животные просто, насколько они выносливые. И когда у нас был участок со спусками, там спуск, подъем, спуск, подъем. Вот на этих спусках мне приходилось с ними бежать, работать. Но когда я с ними бежала, толкала тоже на рту, я там уже задыхаться начала. У меня уже ноги устали. Я уже вся устала, уже. А они идут, работают. Настолько прям, я их прям так уважаю, на самом деле, свою команду. Какая погода была, какой снег был. Ну, в 2014 году мы уехали по этому побережью. Было очень тяжело вообще ввезь. А потом в 2016 году дорога была накатана, морозы. Едите, видите, спокойно. То есть в 2014 году похудел аж на 15 килограмм, а в 2016-м аж потолстел. Номер какой? 21. А, понял. Чаприн Александр. Сашу Чуприна, который сейчас идет четвертым, сопровождает его отец, бывший Каюр, участник прошлых гонок. А давай я узнать. Четвертый вот так. Первый этап, когда пошли, я ему объяснил, ты держись пока в десятке. Выше не лезь. Он сразу с первых этапов вошел и четвертым. По моему мнению, он слишком пока быстро идет, потому что две тысячи километров. Первые тысячи нужно вообще спокойно пройти. Потом начинать время на второй тысячи нагонять. А он хочет сейчас сразу набрать времени, как можно, короче, а потом его удерживать. Отец смотрит на эти вещи как бы по-другому, мне кажется. То есть, если он говорит, что мне нужно сохранить собаку и дальше нагонять время, то я думаю, что мне нужно вначале время нагнать, а дальше идти уже просто придерживаясь своего времени. Ну, пока так вот иду, как я думаю, как я считаю нужно. Встречаю Валеру. Отца. Да, и думаю, сейчас его обрадую. Он спрашивает, что там, я говорю, угадай. Я говорю, Чуприн? Он как и начал. Я ему говорил, вот балбес, не гонит. Если их специально вот так, именно для гонок тренировать, это вообще не получается. Они же как, у нас как рабочие. Мы же 200 километров от поселка живем, продукты завезти туда, что-то оттуда в поселок привезти. Ой, вот так они постоянно курсируют. Вот сейчас бросишь груза, так сказать, на этих же собачках и начнешь их гонять. Их просто уже не переделаешь. Они определенный километр, аж там, скажем, вовсю прыг пройдут, километров 10. А вот он переходит на свой темп и идут к своей скорости, потому что привыкли к грузам. Им не объяснишь уже, что давайте побежать сейчас на арта легкой, нужно бежать быстро. Финицирует Пищенко Алиса, Петропавловск-Камчатский. Алиса, притормазывай. И за мной, за мной. Вожак, вожак в стае побежал. Да, поцелуйся ты. Все, убей. Дай поцелуй. Он вообще умный у меня. Как человек все понимает. Какие лапы здоровые. Этот этап последний, когда с каюрами могут идти их личные помощники, родственники и друзья. Дальше автомобильные дороги заканчиваются. За упряжками пойдет только группа сопровождения на снегоходах, а все остальные разъедутся по домам, ждать редких сеансов связи и новостей. Давай, давай, пошли. Вперед, 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 вперед. На этом этапе впервые обозначился новый лидер. Что, его не догоняли? Говорят, отказать, Дарюхинский. А где тот? Тот стоит далеко. К финишу приближается упряжка. Емчинка Вячеслав из Москвы. Емчинка! Москва! Не, очень хорошо идет. Внимание, появилась упряжка. Двухкратный чемпион Берингии. Сын Левковского Николая Николаевича, трехкратного чемпиона Бериньки. Бериньки, кормить надо норму. Не, просто плотно было. Вот оно плотно и сказывается. Вообще, все три этапа было вообще все классно. Прямо шли как надо. Там рысь, темп один держали, все. А вот четвертый этап было тяжело. И у меня и нарта не катилась. Ну, пластик надо было другой поставить. Ну, и тяжело собакам было. Они у меня чуть жирные такие. Сейчас чуть-чуть норму поменьше сделал, кормаю. Просто охота будет жирно. Мне все равно сейчас похудеет, еще ехать много. Пошли, пошли. Балет, пошли. Тапки надо снимать. По мягкому снегу тапки снимать надо, каюр. Это у Себашкина. Пускай Себашкину ругает, да? Ты зашла, получается... Ну, как? Зашла, Себашкина. Да, отлично вообще зашла. Да, вот так прям очень даже. Стоя. Сейчас ты первый, а завтра все может быть по-другому. Потому что этапы будут дальше, но непредсказуемы. Вот сейчас пойдет пурга. Сейчас там заметет, будет вообще, может, глубокий снег сложный. И как оно там все сложится и так далее. Не зря же это рекорд Кинеса, да? Что это на пределе своих возможностей работают и люди, и собаки. И, возможно, будет кому-то очень плохо. И нужно будет принимать какие-то сложные решения. Музыка. 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 Иду-то, и в сторону сдувая прошли километров, наверное, 50, и стоит одна вешка, и дороги нет вообще. Собаки вправо, влево, я остановил их, начал ходить, искать дорогу, так и не нашел. Второй вешки я не нашел, то есть следующей вешки. Вот ходил, ходил по рации, вызываю снегоходы, они говорят, мы идем. И подходят они как раз вместе с Левковским, подъезжают сюда, вот как раз к этой вешке, тоже таки стоят, а дороги нету все. И судьи сделали отсечку времени. Снегоходчики всю ночь ездили, собирали всех гонщиков, так как они нашли всех. Там такой вот бун стоял, и такая вот стена, вот эта белая пелена снежная, что не видно было даже вот этот снегоход, который ехал, вот прямо мы за ним, прям по пятам шли, не видно было его. Для ночевки выкопали ямы в снегу и накрыли их тентом. Олеся, а где у тебя термостат? Мы здесь спать ложимся. Может, здесь, да. Анфиса осталась где-то в километрах 20 от нашей стоянки, остановилась Тимофей, остался там и Ярик. Их там нашли, снегоходчики. Для них выкопали яму отдельную. Анфиса уже не могла ничего идти, никуда у нее, она уже замерзла, она уже промокла сквозь, уже сил не было никакой идти, поэтому выкопали, завели яму, согрели там и все, вообще нормально. Это же такой труд огроменный. Под спинку, всем туда. Прям стоя, вот так же ставь его. Вот, вот, смотри. Тимофей, выползай давай отсюда. Кушать надо. Вот как выглядел. Мой судород. Просто яма сверху, он и там, и там. Ну да, Слава, вчера было в некотором роде такой шок, он ходил, рот открыл. Да, такой я раз, первый раз. Да, первый раз. Трубой я бы, и первый раз ты видел. Ну все равно. Как в фильмах. Ну что у нас, завтрак, курочек, чай, снег, фуагра. Фуагра, да. Ну первое, второе, и компот. Ноги хоть подсохли. Да, подсохли. Ну чуть-чуть, все подсохли. Выспался, Алёв? Да, выспал. Добрый день, приятного аппетита. Ого, вот они грешкащики. Слушай, ну говорят, вы там на вершине. На самой вершине. Там так поливало, как-то. Стой, стой, стоять. Вы все живая? Я там в такой попал, он с вас не чумал. Дали, перекрутили эти. Вау. Вообще вся насквозь была. Еще бы час и все. Перекрутили. Реально. Скочем? Да нитки были мокрые, нехорошо приехали. Провалилась в эту налик? Нет, вот все, охладилась там. Жизнь. Мы шли, и шли, и шли. Естественно, я собаку посылал, чтобы собака работала. Может, по своей неопытности, первый раз в такой ситуации. Не знала, что нужно было внизу оставаться и делать укрытия, и останавливать собак. То есть я все-таки пыталась проскочить через этот перевал, и не проскочила. Собаки легли, собаки гладкошерстные. Ночевали на открытом ветру 30 метров в секунду, холодные, мокрые. И передовик заболел, поэтому я снялась. Пошли, 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 пошли. Давай, ко мне, ко мне. Давай, 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 пошли. Пошли, 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 пошли. Собаки были в таком, может быть, напряжении, что перетрудились. У них пошло обезвоживание, ну и как будто... Поэтому Анфиса и приняла решение, чтобы сняться с гонки ради своей команды. Сегодня забыл какой этап уже. Продолжение следует... сейчас у нас 12 пряжек еще в зачете лидирует левковский валентин но на последних этапах интересно там у них борьба развернулась с демченко вячеславом демченко на этапах начал приходить первый там по 5 по 10 минут уже у левковского начал отщипывать но вот интрига появляется да ну как бы с демченко у них такая борьба с одной стороны да есть там еще запасы у левковского 2 часа скажем а вот но еще и тысячи километров почти впереди было что-нибудь что тебя убили только слава демченко слава удивил меня вы видите каждый год как бы одни и те же все участники тут слова еще и легкие у славы собачки у меня побольше жизнь дороге не нужно снега по крепкому не привыкли мне бегать у меня суставы начинают собак зале вчера их прогнал думал пробегу сегодня думал еще два дня отдохнуть здесь кличка думаю побегусь на дым первым прийти орал кричал пел песни будь ел как буран сколько я вчера семнадцать минут многие даже это понял что и организаторы считали что этом 23 то пройду и снимусь для 12 собак из 16 это гонка первое в жизни вообще они за эту гонку мне подолчить сильно повзрослели просто не стали такими опытными ездовыми собаками они кстати научились здесь провалил меня на этой гонке это что не знали до этого а финишу приближается александр чуприн и буквально на пяточке ему наступает алиса ищенко сейчас она на пятом уже в общем там закрепилась но если так будет продолжаться то у алисы есть все шансы еще и чуприна подвинуть как-то чуприн волнуются уже знаете я колеса обгоняя не могу от нее оторваться то есть у меня реально проблем не знаю потому что у меня собаки постоянно обращают внимание на нее то есть если я других обгоняю участников да а у него голос просто женский вот они у меня когда мама с собаками разговаривает она же постоянно их гладит то есть они все у нее хорошие вот и поэтому они женский голос вообще воспринимают по-другому совсем хотят постоянно повернуть назад раньше я вставала в 5 утра чтобы все успеть сейчас мы уже можем вставать в 7 утра и все успевать конечно были слезы и сопли ну и сейчас видно что она страшно так уже приобрела за буквально за эту так скажем тысячу гонки но достаточно хороший положительный опыт для себя последняя дуканов ярослав но дебютант но так как-то он уже немножко подустал хочет сниматься собаки устали что он не все четверо тащит на вот эти двое он два переда все все просит подпись дату я полностью на гонке завишу от собак потому что если они не побегут я никуда не уеду они тоже обижаются у меня то есть если повышаю голос то они никуда не побегут пока я не подойду и не подошел на есть арчи вот арчи который самый большой он молчаливый когда мы шли он лапу постоянно запутал я короче подошел не выдержал на него накричал короче он сел и все то есть сидел его тащит он еще упирается себе вот подошел посидел подводим поговорим он так смотрит как будто он все понимает мне кажется он скоро заговорит лентяй некоторые у меня есть там двое но они не тащат просто не тащат я один раз короче их двоих запрек просто хотел чтобы они потащили чтобы они именно работали вот но они споначалу потащили потом я начал помогать им толкаться в итоге я понимаю то что они бегут просто я сам на арту не стою то есть они быстро соображают в общем так и их не заставил у меня там двое вот арго там самый высокий и самая маленькая дамка вот они всегда тащит хулиганы да тоже имеется ну это что такое вы куда полез полез валентин левковский лидер гонки он опережает демченко на 2 часа 20 минут но потерять преимущество во времени очень легко что и произошло на этом этапе левковский догонял гемченко а тамилов догонял мандятова проехали поворот уехали вперед в порыве соревнования рванули проехали мимо мы и догнали развернули все поедем поедем и Я сегодня туда уехал вообще, просто скорость такая была, Люта, он летел. Ну хорошо, Лют пролетел, но не в пять же километров мимо пролететь, Лют. А час сколько? Час 10. Можно он первый? Да, он сейчас ты первый сейчас. Час с чем? Час 10. Пойдем? Не осталось сейчас 10. Ты час 10 и еще осталось. Ладно, нагонишь еще, не расстраивайся. А где Чуприн? А вот Чуприн был. Алиса, сколько еще осталось до него? У меня было до него три часа. Сейчас не знаю уже сколько. Ну ты скоро его догонишься, Алиса, давай. Лапы полетели у меня. Там сначала вода, потом резко твердая трасса. Это вообще... Если завтра троих всех сниму, то в любом случае мне сниматься придется. Ну, двоих можно оставить, одного сняли. Снятые с гонки ветеринарами или каюрами собаки – это те, которые заболели, устали или просто не держат темп и не успевают за командой. Они едут со снегоходчиками в специальных ящиках. Снятую собаку уже нельзя поставить в упряжку, даже если ее здоровье восстановилось. Максимальное количество собак в команде – 16, минимальное – 8. Ставить новых, свежих собак запрещено правилами гонки. Несмотря на снятого передовика, команда Саши Чуприна скоро пошла в обычном темпе. И Саша смог обогнать Алису и занять свое привычное четвертое место. Давай, давай! Dabei-давай-давай! Пошли, 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 пошли. Пошли! 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 Кюфрин Александр! Леса! Что такое? Позови, я сейчас поводок пока принесу. Арго убежал. Мы за ним поехали на снегоходе. Он увидел нас, как чухнет голопом. Лапа болит, не болит. Раскакал голопом, пока шахма не кончилась. И там дальше в конце шахмы уже есть его следы лап. Вот он в лес пошел. Убежал. Да вот по этой трассе не знаю, куда он пошел дальше. Дальше у них дорога идет туда на пути. А ты следы его видел? Да. Да он придет куда он. По-любому придет. Если он попадется волкам, то все. Вчера я подошел к собакам. К своим? Да, вот Кэти. Ага. Постоял немножко, потом решил его позвать. Он раз и подбежал. Вот он, отцепился. Ой, ну у Саши. В мою кастрюлю везет. Сколько кастрюлей согрался. А что там было-то в этой кастрюле? Кого утра приготовил корм. Ага. С целым утром. Да? Да. Там половины нету. Ну что, орлы? Я поцелую тебе. Видите, лапки целые вообще. Ни одной дырочки, ничего нету. Проблема вот с этими у меня суставами. Еще сам видимо, Слава, я там просто гонковал по скорости. Давай ехать спокойно, да и все. Азаржит это все. Просто не так я поехал. Надо было чуть-чуть по медленнее ехать. С москвичом разговаривал. У него прощина на все. Калорийность корму. Он говорит, я этим долго занимался. Я вот собаки бегаю в тренировку. Я их после каждой тренировки взвешиваю. Там выпуск, ищи, его нельзя сбрасывать. Я стараюсь находиться научной точки зрения ко всему. К еде, тренировкам. Причем я изучал литературу для профессиональных лягунов. Там написано очень много способов восстановления. И они очень, в принципе, подходят для тех же самых спортивных собак. Это отдых, это питание, это массажи. Те, кто из поколения занимается ездовыми собаками. Чего я могу научить еще? Ну, они не сломаются, поршень не заклинит. Ремень не порвет. Ну, хоть надо. На шести доедешь домой всегда. Да и в пургу, что-то надежнее. Ну, если оторвет лед, так можно хоть собак съесть. Чипа! Вон у лидера падают тапочки, а мы подбираем их. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Во! Ну, как? Хе-хе-хе. У Демченко оденем. У него теряется, у него. А мы сзади едем, подбираем. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. А уже у всех фаверов такие тапочки стоят. Благодаря этому. Товарищу. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Давай. Специальный приз – полмиллиона рублей. Получает участник, который придет первым на традиционной нарте. Четыре года назад были мысли, может быть, в качестве приза купить какую-то нарту, ну, такую современную, и подарить кому-то из каюров. То в этом году мы уже начали думать о том, как бы сохранить эти традиционные нарты в Берингее. Их становится все меньше и меньше. Алло. Алло. Уже «Бураны» приехали. Мы в конце площадки находимся. Говорят, скоро на собачках будут ехать. И приедут сюда, показывают, куда идти, ехать. Давай. О, а? Во, 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 во. А это кто? Вы не знаете, кто это? Слава Демченко. А, московский? Да. И смотри-ка. Прямо с Москвы хочется всех перейти. Вот молодец, молодец, а? Молодец. Это первый был? Да. В этот день Слава Демченко впервые возглавил гонку. А вечером он научил своего конкурента Левковского делать лечебный массаж собакам. А где массаж? Вот здесь. Натирай вот эту часть, вот так. И растирай, вот массив. Сначала правую помассируй, чтобы... Потому что сначала массируй здоровую часть мышцы, а потом больную. Типа массаж, да? Да, массаж. Вот обычный, после мягкого снега, обычно, то губы, 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 губы. Вот вы, Слава, добрая мать. Собаки как новые. Хорошо как. Вот Слава дал ему мать, он помазал, и лишь собаки побежали опять в него. На следующем этапе Левковский вернул себе первое место и с этого момента начал быстро набирать и возвращать свое время. Левковский вернулся. Хорошо, что Слава приехал. Мне вот прям... Это что... Как сказать... Ну, опыт по выздоровлению собак. Что вот так вот можно и так там. Я же никогда там не массажировал. Все как-то по-деревенски. Как ездил, так и ездил. А тут, видите, опа, чуть-чуть дал мне. Так помассажировал. То, видите, как помазал-то. Хоп, там прошло. Я хоть знать буду вот это. В следующий год уже буду тоже там и мазью это все покупать. Тогда знать-то не знал, что такое бывает. И Слава вообще мужик, конкретный мужик такой. Уважаю его. У него очень хороший типаж собак на самом деле. У него они такие немножко сухие и длинноногие. Но большой темп может убить у них мышцы. Если он будет проложен в таком же темпе, аж парить, да, по такому снегу тяжелому, то два-три этапа, и ему придется снимать собак еще. Влазь. Красавец, ты свое откатала. Вот она. Ух ты. Ну, она очень сильно не успевала и падала постоянно. Так неуклюже шла и тормозила всех. И по итогу, да, упала просто. Сейчас будут многие снимать собак. Они все равно в этом фоне усталости. Кто-то выдержит, кто-то уже. Что вы хотите? Вашу силу есть целоваться? Да. Моя силу есть целоваться. Пошли. Пошли, говорит. Давай, теперь. Пошли. Чувствуется, конечно, что устают собаки сильно. Ну, и я тоже. Я же тут что-то вообще. Пошли. Пошли. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Давай вперёд! Ты идёшь вперёд, ты понимаешь? Эй, хат, давай! Хат давай, бой! Эй, хат, давай! Хат давай, бой! Хат встали! Давай, хат встали! Хат, давай, хат, 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 хат! Хат, 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 хат! Хат, 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 хат! Вы что, издеваетесь, а? Давай, давай, говорю! Хат, 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 хат! Хат, 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 хат! Они всё равно не пустят. Мне кажется, мы вообще не дойдём. Вставай, вставай, хат! Вставай, вставай! 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 Пошли! Давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, пошли! Пошли вперёд! Спасибо! Давай, давай, давай! Какой-то ещё промежуток прошла, трассы. И они опять легкие, и всё. И тут как раз ребята чукотские, как супермены, просто вылетели откуда-то из белой стены. И так получилось, что мои собачки приободрились, и сразу за ними так потихонечку-потихонечку стали разгоняться, и всё, они разошлись, мы их обогнали и пошли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Алиса, приём, ответь Андрею. Приём. Ну чё, идёшь? Нормально? На дорогу ещё не вышло? А как идти? Пойдём, вставай, 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 вставай. Ну хорошо, хорошо, давайте, идите с Богом. Надо было всё-таки притормозить, да пройти вместе с ней. Чё-то хотел, но соблазнился, ушёл в период. Ты супер, Алиса! Ты супер, Алиса! Ты супер, Алиса! Ты супер, Алиса! Ты супер! Ой, чё-то я расклеилась, так честно говоря, сегодня, не знаю. Вставай, Даша. Да, чтоб много звездилось. Чё дремень не доставать. Я очень впечатлён работой снегоходчиков. Они просто какие-то неутомимые, просто неутомимые. Ночью, днём, не слезая в снегах. Мне кажется, они, когда родились, сели на снегоход и поехали сразу. Настолько они с ним дружат, с этими снегоходами. Вообще, просто вот все вот эти вот люди, которые здесь нас сопровождают, это просто какие-то железобетонные, просто люди из стали сделанные. Рома! Болеечка, не туда, сейчас за мной поешь, тебя выведу, хорошо? Из-за пурги, несколько упряжек не дошли до финиша, и снегоходчики поехали их искать. Сниматый край не был, нет? Там ещё одна упряжка. А кто? Сейчас, получается, три упряжки идёт. Ждите, встречайте. Сейчас пойду чупрянам иду ещё. Да всё, я приехал. Все. Я уже не подниму их. Сань, ты духом не падай. Есть одно маленькое счастье, знаешь какое? Потому что мы здесь пару дней, чтобы не стоять без железа. Стоп, я всё равно не доеду. Сань, да тут отстава, блин, триста километров, то чуть поменьше. Два этапа, реально, Саня. Андрюх, я не доеду, понимаешь? У меня всё уже нагрето и перегрето. Они сели и всё. Не расстраивайся, немного. Ты уже часа полтора-два лежишь, да, уже? Четыре часа. Четыре часа. Стоять. Полный. 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 Ты замерз? Да, куда тебе? Просто тяжеловатый, конечно. Все устали. Уже месяц лишний. Ну как, да, это? Вот. Ещё бы, Сань. Ещё бы, Сань. Ещё бы. Ещё бы, Сань. Ещё бы. Ещё бы. Лишь бы ты бежал, дорогой бля. Я ошибся в начале, что мне не нужно было всё-таки идти так быстро, то есть не держать такой темп. Мне нужно было всё-таки притормаживать. Я был самоуверен, а на самом деле не нужно так относиться. То есть нужно что-то подрассчитывать, то есть нужно все нюансы разрабатывать, там, самые такие. Потому что, ну, нереально всё знать. А я думал, что я всё знаю, вот, крутой пошёл. Вот так вот, можно сказать. Пойдём, 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 пошли. Оп! Встаём, встаём, пошли, пошли, пошли. Пошли, 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 ребят, пошли, пошли, пошли. Молодцы, молодцы. Сейчас иду пятый, я скатился, разрыв был, получается, три с половиной часа. И вчера все эти три с половиной часа просто улетели у меня. Я в середине переживал то, что вот, сейчас Алиса меня догонит там и так далее. А сейчас уже, как бы, мне главное дойти до финиша. Тем более и Алиса так же думает, точно так же она уже не соперничает ни с кем. То есть ей главное сейчас дойти. Всё. КОНЕЦ Пошли, 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 пошли. Вперёд, давай, давай, работай. Гоу! Вперёд, пошли. Ну, был очень печальный на старте. Сказал, что снимать будем его с трассы, что не доедет он до финиша этапа. Ну-ка, встали, 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 подъём. Десять. Пять, четыре, три, две, одна, старт. Пошли, давай. Чуприн, Александр, Эсса. Хорошие собаки такие. Хорошие собаки. Вообще, на самом деле, я не рассчитывал на первое место всегда, потому что я даже на второе не рассчитывал, куда приехал. А сейчас, кажется, здесь азарт. Он сейчас снял четыре халаги, и его шансов не осталось. Лёва уже на одиннадцати шёл, он на шестнадцати, он его обгонял. У него мелкие собаки. У Лёвы собака в два раза больше. Конечно. Они голопом сюда. Нет, как бы даже дело не в этом. Он тренировал их просто в других условиях. Посмотрим ещё. Ну, ещё двести километров. Я от этого сдаваться не буду просто. На этом этапе гонки упряжки пересекут границу Камчатки с Чукоткой. Следующий этап будет финальным. До рекорда Гиннесса остались считанные километры. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА лихий кофе тоже налить? а что мы тут? а где все остальные? успокойся, насладись жизнью, постой немножко чукотка, мечты сбываются ничего, сейчас смотрите, вот умеют притворяться, да? ага, смотри, 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 смотри кофе не будет? кофе не будет? мы на вкусняшки там тебя ждут молодцы, молодцы, молодцы завтра еще 90 и финиш так что все, можешь уже сегодня сниматься, уже доехал до финиша уже назад мы тебя не отправим, только вперед не хотят вообще как неохота идти вот, Сань я тебя ищу, где ты? все, уже тут все готово три, две, одна, старт Фишкин Виталий и Усь Камчат не работает пойти угаданность давай буч просыпайся подлепо давай бонтик давай попой шlot акула блондин Это что такое? Ну-ка, вперёд! Брав, 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 стой! Брав! Брав, убедите нас! Брав, 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 брав! Это что такое, а? Брав, брав! Брав, брав, брав! Четыре, три, две, одна, старт! Пряжки стартовали, старт закрыт! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!